Последний в Приднестровье узник еврейского гетто живет в Рыбницком районе, и ему недавно исполнился 81 год. О своих детских воспоминаниях Чалик Резник рассказал Яне Раховской. Я Резник Чалик Мейерович. У меня в жизни произошло то, что об этом надо всегда помнить. Когда отец узнал, что Рыбницу оставляют, он сумел подойти домой и сказать, чтобы уходили из Рыбницы, потому что Рыбницу оставляют. И мама с братьями ушли. У меня тогда еще не было. Появился на свет мальчик через несколько дней уже в гетто. Маму и двух сыновей немцы задержали в Одесской области и отправили в концлагерь города Балта. Провела семья там около трех лет. Я родился примерно в августе-сентябре 41-го года. Когда я родился, маму через две недели ее забрали, ее готовили к отправке в Германию. И у меня остался один. Тетя, которая знала маму, она бы просила, чтобы ее оставили маму. Ее потом отпустили. Брат, который был старше меня, один тоже работал. А другой, который был старше меня на 10 лет, он был со мной. Мне брат рассказывал, что я ходил на улицу везде, где попало. Он был грязный, и кушать нечего было. Чудом всей семье удалось спастись. Кроме отца, он погиб на фронте под Сталинградом. Брата Чалика Мейеровича тоже чуть не убили. Узников гетто повели на расстрел. Брата кто-то толкнул, и он упал в силосную яму. Немцы не заметили. Подумали, мертвый лежит. Я был ребенком, но я помню. Крики, стрельбы, там все было. Я знаю только одно, что когда должны были освобождать лагерь, то один из знакомых сказал, что нужно спрятаться. Иначе пошли в подвал где-то. И там были в подвале до тех пор, пока не пришли партизаны. После освобождения из гетто семья пешком из Украины вернулась в Рыбницу. Кроме черных стен и одного стула в их квартире ничего не осталось. Ну а после у маленького Чалика наступила самая обычная жизнь. Детский сад, школа, техникум, а потом институт и академия. Чалик Мейерович закончил три учебных заведения. А затем я защитил диссертацию кандидата наук. Работал на многих должностях. Даже было время, что я возглавлял техникум, который когда-то сам закончил. Был награжден в советское время орденом, знак почета. Написал учебник по своей специальности. Плодово-ягодные культуры, технологии, их возделывания. Я по специальности агроном. Двое детей, они уже взрослые. Трудился Чалик Мейерович в Рыбнице до 2000 года. Затем ушел на законный отдых. Недавно вот ему исполнился 81 год. Рассказывает, возложить цветы к памятнику погибших во время Холокоста уже не может. Здоровье не позволяет. Зато каждый год, несмотря ни на что, в этот день он зажигает свечу памяти. Яна Раховская, ТСВ.